Дмитрий помнит сильный паводок 2013 года. Тогда вода в огороде стояла на уровне пояса. Было и хуже. По рассказам отца, матери, то есть бабушки, в 70-м году у нас воды, старые окна были. Примерно вот так было. Сейчас многие прогнозируют большие затопления. Снег не сходит, а уже на следующей неделе плюс. В МЧС работает центр мониторинга паводковой ситуации. Но Дмитрий, как человек бывалый, отмечает, все будет зависеть от Людиновского и Десногорского водохранилища. Если они в месте очень большой дают сброс, это примерно 90 кубов в секунду. Это 80-90 кубов в секунду, это были сбросы в 2013 году такие. Рейд МЧС – не разовая акция. Инструктаж населения распланирован вплоть до прихода воды. Если вода подошла к дому, отключайте электроснабжение и следите за печным оборудованием своим. Это самое главное. Заказовым оборудованием, значит, есть ли газ. Что касается поводка опасной обстановки, это памятка, чтобы не забывали, как себя вести в случае возникновения поводки. Данный рейд проводится во всех районах города Брянска. И собственники жилых домов, которые попадают в зону подтопления, будут проинструктированы в полном объеме. Люди переживают данное происшествие каждый год, знают, умеют, ну и в принципе готовы к поводку. Так же, как МЧС и поселковая администрация. Приготовлено порядка 20 лодок, а на случай беды на помощь односельчанам приплывет Дмитрий. В 2013 году он уже трудился в поводковой бригаде. Андрей Мамошин, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.